шалом друзья я исраиль парибский раввин это синагога могилев законы хануки слава богу не только хиппиш в этом году праздники приближаются но еврейские праздники вы сами знаете это тот еще головняк куча законов непонятно ничего особенно если у вас нет толкового раввина который все вам очень просто расскажет итак наш план три коротких урока всего по пять минут и вы будете знать все основные законы хануки будете немножко ориентироваться основной закон хануки конечно это зажигание ханукальных свечей зажигание ханукальных свечей всего три составляющих это зажигание ханука и свечи то есть действие время и предмет свечи мы разобьем это на три урока и все вам объясним первая тема что делать как подготовиться хануки ханука приходит чему мне надо быть готовым что чего ждать зажигание свечей мудрецы постановили что каждый еврей еврейка и маленький еврейчик должны зажигать ханукальные свечи как обычай всех евреев мира зажигать ханукальные свечи наилучшим образом по большому секрету в принципе достаточно каждый день зажечь по одной свече но все евреи мира делают это самым правильным образом зажигая каждый день количество свечей соответствующих этому дню от одного до восьми два обыча обычай ашкеназских евреев у ашкеназов каждый за себя каждый ашкеназ за себя что это значит каждый член ашкеназской семьи зажигает свой светильник свои свечи каждый день муж зажигая за жену остальные зажигают за себя то есть все мои взрослые дети сами зажигают ханукальные свечи что важно чтобы каждый ашкеназ свой маленький ашкеназский светильник ставил отдельно что можно было понять что это разные люди зажигают то есть когда есть 10 человек на восьмой день хануки должно быть понятно что 10 отдельно зажженных светильников то есть в доме живет 10 человек и сегодня восьмой день хануки а не восьмидесятый день хануки вы поняли сфарадим сфарадим как мушкетеры один за всех и все за одного один глава семьи у сфарадим зажигает за всю семью то есть если бы я был сфарадим я бы ежегодно экономил на свечах что нужно свечи любые масла любые фитили любые свечи подходят для зажигания ханукальных свечей с одним условием они должны прогореть 30 минут в свечах должен быть заряд на 30 минут вот эти свечи горят 30 минут обратите внимание особенно если вы получаете свечи в подарок обратите внимание чтобы они могли прогореть 30 минут вы же знаете с подарками всегда нужно быть насторожным да понимать вот эти свечи горят 30 минут причем нужно обратить внимание свеча может гореть 30 минут но когда ты поставишь их рядом 8 свечей зарядишь полную обойму и подожжешь вы же понимаете что будет много жара и они будут быстрее таять вот эти свечи горят даже все вместе они все еще горят 30 минут хотите такие свечи подарок приезжайте в могилёв свечи зажигают на подсвечнике вот это вот ханукия светильник называется ханукия многие евреи ставят золотые и серебряные ханукио если у вас есть возможность купить красивую ханукию так и поступите заповеди нужно исполнять красиво если у вас вообще нет ханукии не расстраивайтесь вы можете просто поставить свечки в ряд на столе на табуретке на подоконнике это тоже хорошо на следующем занятии мы продолжим эту тему и все по полочкам разложим ямка кровин рекомендую подписаться поделиться этим видео и поставить лайк всем готов! спасибо, спасибо. Продолжение следует...